Здравствуйте дорогие друзья! 5 августа компания Samsung провела ежегодное мероприятие Galaxy Unpacked, о всех основных моментах которых в кратком но информативном виде без упущения важных деталей мы поговорим в этом видео. Устраивайтесь поудобнее. Федерико Касаленго начал вести онлайн мероприятие прямо из Кореи на полувиртуальной сцене, заявив что Samsung берет на себя бремя новых перемен и инноваций. TMRO президент мобильного подразделения компании и по образованию инженер представил самые мощные инструменты которые когда-либо были созданы и сказал что основной упор будет сделан на их технических характеристиках. Умные часы, наушники, смартфоны, раскладушка, планшеты. 5 устройств являющиеся частями экосистемы Samsung. Обо всем по порядку. И первым девайсом стали Galaxy Note 20 и 20 Ultra. Слоган смартфонов работай и играй. Note 20 имеет дисплей 6,7 дюйма, а ультра 6,9 дюйма. Частота обновления матрицы 120 Гц, а защищать эту красоту будет новое защищенное стекло Gorilla Glass. Быстрая зарядка обеспечит 50% емкости за 30 минут. В смартфонах будет одна фронтальная камера на 10 Мп с апертурой 2.2 и три камеры в основном блоке, ультраширокая на 12 Мп, основная на 108 Мп со светосилой 1.8 и телефото камера с 5-кратным оптическим зумом и 12 Мп модулем со светосилой 3.0. Бронзовый станет новым цветом. S Pen ключевая фишка Galaxy Note. Его постоянно улучшают и на этот раз они сократили задержку, так называемую латентность сигнала. Это было сделано при помощи прогнозирования и искусственного интеллекта. Также помог экран с опросом сенсоров 120 Гц. Вы будете писать как будто на бумаге. Следующим устройством стал Galaxy Tab S7. Два размера с 11 и 12,4 дюймовыми дисплеями. Super AMOLED матрица поддерживает частоту обновления 120 Гц. Корпус выполнен полностью из металла. Он тонкий, легкий и прочный. Три новых цвета. Черный, серебристый и свежебронзовый. Все цвета имеют приставку Мистический. S Pen все также приконнекчивается к тыльной части. Теперь вы сможете запускать до трех приложений одновременно в режиме разделения экрана. Время отклика стилуса 9 мс. В качестве аксессуаров предлагается обложка с подставкой и клавиатурой, которые могут отстыковываться друг от друга. В клавиатуре есть тачпад с поддержкой жестов многозадачности. Клавиши имеют габариты таковых как на полноразмерной клавиатуре. Tab S7 поставляется с тремя предзагруженными приложениями. Note Shelf , Canva для проектирования и Clip Studio для рисования. Улучшено приложение Samsung Notes для работы с S Pen. Нарисованные заметки распознаются и переводятся. Все написанное можно сопровождать аудио заметками, а затем тапая по надписям воспроизводить их. Samsung тесно сотрудничает с Microsoft. Их совместным продуктом стали некоторые функции. Входящие уведомления или звонки можно откладывать на потом. Samsung Notes будет тесно синхронизироваться с Outlook, Microsoft To Do и напоминаниях Samsung. Приложение Your Phone на Windows получило раздел программы. Работать с мобильными приложениями Samsung можно прямо с ПК. Халид стал амбассадором Samsung. Теперь у него есть смартфон с любимым цветом и размером. А еще он открыл для себя диктофон. Произошла и тесная интеграция продуктов Samsung с Xbox. Да-да, это облачный гейминг. 15 сентября анонсирован запуск этой опции и можно будет играть в Minecraft Dungeons, Gears Spice, Destiny 2 и другие проекты на смартфоне вместе с Xbox Game Pass Ultimate. В игровом пакете будет доступен геймпад. Ведущие резко перепрыгнули на тему снятия видео на смартфоны. Note 20 Ultra будет иметь новый датчик лазерной фокусировки и плавный зум. Samsung DeX настольный режим для работы на внешнем мониторе тоже никуда не делся. На смену Galaxy Buds пришли новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Их кейс очень компактный и похож на пудреницу. Поставляться они будут в трех цветах черном, белом и бронзовом. Наушники изготовлены из переработанных материалов. Их форма приспособлена для ношения в течение всего дня. Аккумулятор позволяет получить 6 часов прослушивания от одного заряда и до 21 часа с чехлом. Имеется функция активного шумоподавления. Низкочастотный фоновый шум будет резаться до 97%. Для звонков используется три микрофона. Качество записи звука можно сравнить с наушниками другой компании, правда не указывается какая. Ты меня слышишь? Если слышишь, это Buds Live. Если не можешь, значит это не Buds Live. Слышишь меня, если слышишь, это Buds Live. Если нет, значит у меня что-то другое. Наушники получили функцию быстрого шаринга. Дальше умные часы Galaxy Watch 3. Аксессуар все так же напоминает классические часы. Имеет механический вращающийся щелкающий бизель. Будет два размера и три цвета, а также премиальная титановая черная модель. Появилась новая серия циферблатов. Одним из них станет погодный центр с живой анимацией. С магазина приложений можно скачать свыше 80 000 вариантов циферблатов. Появилась функция циклического выбора циферблатов. Можно создавать собственный стиль циферблата под имеющуюся одежду. Щелкайте элемент одежды и получаете несколько вариаций гармонирующих циферблатов. Samsung Health Monitor позволяет измерять пульс, делать ЭКГ и проверять уровень насыщенности крови кислородом. По всем показателям будет вести журнал для мониторинга здоровья. Функция мониторинга сна появилась 6 лет назад. Помимо трекинга отображаются рекомендации по улучшению качества сна. Смартфон можно синхронизировать с телевизором, а на Galaxy Watch запустить тренировку. Телек станет вашим персональным тренером, а управлять воспроизведением можно с помощью часов. Появилось два новых сервиса для Note20 и Note20 Ultra для быстрого обмена данных между смартфонами и поиском всех устройств экосистемы. Это стало возможно в том числе и благодаря чипу UWB Ultra Wide Band, сверхширокая полоса, беспроводная технология связи на малых расстояниях при низких затратах энергии. Функция ЭКГ и определение насыщенности крови кислородом появятся несколько позже. И последним устройством стал Galaxy Z Fold 2. Распаковка устройства была сделана BTS. Корпус стал тоньше, в развернутом виде всего 6 мм. Разрыв между экранами возле шарнира был минимизирован. Наружный экран получил большую диагональ на 6,2 дюйма. Теперь наконец-то получился полнофункциональный смартфон в закрытом состоянии. Фронтальная камера выполнена в стиле Infinity-O, то есть вырезов дисплея. При раскрытии мы получаем экран на 7,6 дюйма с частотой обновления в 120 герц. В Galaxy Z Fold 2 используется улучшенное гибкое стекло и еще более четкий шарнир, который будет все это дело разгибать и сгибать. Специальный механизм позволит раскрывать смартфон под разными углами и фиксировать их в таких положениях как в том же Galaxy Z Flip. Чтобы в смартфон не попадала пыль и мусор была разработана новая щетка, которая добавляет безопасность и надежность складывающейся конструкции. Более подробная информация об этом устройстве появится 1 сентября. Будет и специальная версия устройств мобильной линейки Samsung. Президент мобильного подразделения попытался развеять муки выбора тех, кто не знает какой смартфон Samsung купить. Note 20 Ultra подойдет тем, кому нужен мощный и бескомпромиссный девайс. Note 20 базовое устройство актуальной линейки. Стилус в гибком смартфоне Z Fold 2 не появился из-за эксклюзивности аксессуара для линейки Note и планшетов компании. Samsung заботится о конфиденциальности ваших данных, а в период пандемии компания помогла изготавливать маски и тестовые наборы, а также предоставляла устройства для обучения. Операционные системы мобильных устройств Samsung будут поддерживаться на протяжении трех поколений устройств. Galaxy Watch 3 и Buds Live можно будет купить 6 августа, а все цены отображены на экране. 21 августа можно будет приобрести Galaxy Tab S7 и S7+, а Note 20 и Note 20 Ultra будут доступны с 21 августа. Предзаказы можно размещать уже завтра. На этом все, что вы думаете о новинках компании Samsung пишите в комментариях. Разумеется я достану большинство из представленных устройств и сделаю полноформатные обзоры, так что оставайтесь с нами. С вами был Вадим Ищенко с YouTube канала ProTech, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok